Девушки отдыхают 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 поэтому я научился им пользоваться а почему именно время геральт есть три измерения длина ширина и высота и четвертое время и на моем месте полюбил бы широту но вот видишь чем обязан твоему присутствию я хотел тебя поблагодарить ты замечательно справился с заданиями ольгерда твой долг почти выплачен я должен был выполнить три его желания и сделал это с ними с меня этот знак мы в расчете почти чтобы выполнить все условия договора осталось сделать одну вещь привести ольгерда к старому святилищу лильвании об этом речи не было разумеется было ты ведь знаешь что в любом договоре есть своя уловка приписка мелким шрифтом который однако является полноценной частью контракта это также касается устных договоренностей вспомни я сказал цитирую и все же я верю что все кончится хорошо а после мы встретимся и поблагодарим друг друга за то что пережили вместе конец цитаты но помню выполни свою часть уговора я сниму с тебя знак а ты никогда больше не вмешаешься в мой разговор собеседником что за черт почему меня муха в супе я тебя ждал не заметил как ты вошел откуда ты взялся я ведьмака это делает меня не человеческий быстрым это ты мне бросил муху в суп нет послушай внимательно скажи своему атаману чтобы он пришел святилище лильвании это на юг отсюда вход в пещерах что там творится святилище лильвании ты понял понял погоди было тут медичка твоя знакомая просила чтобы ты к ней заглянул спасибо люди вы видели мужик упал замер я его минуту назад видела живым куда если сознание потерял что же он в крови весь я тебя по покажи мне у меня у тебя есть пасти фу вот пирозит но мне же тебя не пастью трахать что это делать ну где и и и и Шанни? О, Геральт, это ты. Геральт, это ты. Восточный фронт. В Каэдвен. Ты не говорила, что собираешься переезжать? До сегодняшнего утра я и не собиралась. Ко мне пришли двое солдат. Сказали, что я снова нужна Редании. И ты не могла отказаться? Может, и могла бы, но не захотела. Моё призвание — лечить людей. Моя работа нигде не нужна так, как на фронте. А ты не могла бы остаться? Геральт, зачем? Тогда на свадьбе всё было очень мило. Но у тебя своя жизнь, а у меня своя. В дальнейшем это не имело бы смысла. Ты понимаешь, это не хуже меня. Ну, будь осторожна. Ты тоже, Геральт. Ты узнала что-нибудь об Ольгерде? Книги мне мало что дали. Я поняла, что если нужна правда о нём, нужно найти кого-то, кто её знает. И ты нашла? Мне повезло. Мой товарищ по учёбе, ассистент профессора Прометиция Шезлока, специалиста по чёрной магии, уверяет, что встречал у него Ольгерда фон Эверика. Профессор так увлёкся исследованиями, которые Ольгерд у него заказал, что, похоже, немного тронулся умом. Он не подпускает к своим записям никого, даже своего ассистента. Где найти этого профессора? Здесь, в городе. Он сидит под замком в своём доме за стенами университета. Его стерегут охотники за колдуньями. Он под домашним арестом? Я не знаю точно. Часть коллег считает его предателем. Говорят, что он продался охотникам за кругленькую сумму. Но его ассистент клянётся, что профессор верит, будто охотники его от чего-то охраняют. А ты как думаешь? Определённо он для них ценен. Он настоящий кладезь знаний об оккультизме и чёрной магии. Если он и правда спятил, то я бы не удивилась тому, что его используют. Мне надо поговорить с этим профессором. Я с тобой. Университет охраняют риданские стражники. Один ты не пройдёшь. Стражники мне чаще всего не помеха. Если ты их ранишь, то мне придётся их зашивать. А если встретим кого-то знакомого, нас просто пропустят. А как вообще сейчас работает университет? Ты имеешь в виду, после того, как Родовит его закрыл? Я имею в виду, хорошо ли его охраняют. Часть академиков бежала на Дальний Север. Самые храбрые остались. Притворяются сапожниками и прачками. Зачем ты спрашиваешь? Просто мне интересно. Я вижу, что академики ведут себя почти как чародеи. Восточный фронт. А что потом? Зависит от того, куда пошлют. Где бы ты ни была, будь осторожна. Я всегда осторожна. Не волнуйся. Да. Стоять! По приказу короля, вход на территорию университета закрыт. А для преподавателей? Без исключения. Я вижу, ты стал очень принципиальным, Норверд. Когда я тебя лечила, ты был со мной гораздо добрее. Кстати, как твоя нога? В порядке. Будто и не было никакой раны. Я рада. Ведь если б я тебя тогда не прооперировала, ты остался бы хромоножкой до конца жизни. Хм. Бруно. Ну? Может, мы её всё-таки пустим? Она же своя, ничего не украдёт. Хм. Ну ладно. Но пусть идёт одна. Ведьмак слишком бросается в глаза, а я не хочу из-за него неприятностей. Сделаем так. Я пойду туда одна и помогу тебе войти во двор. Как? Не знаю. Я найду способ. Со стороны набережной всегда меньше стражников. Идёт. Ладно. Пустите меня. Геральт, эй! Геральт, ты здесь? Здесь. Держи верёвку. Откуда ты взяла верёвку? А, долгая история. Пока нам везёт. Дом профессора Шезлока в конце этой улицы. Там охотники за колдуньями. Их убедить мне уже не удастся. Ты уже очень помогла мне. Спасибо, Шаня. Не за что. На моём месте ты бы сделал то же самое. Если захочешь увидеться со мной ещё раз до отъезда, я буду дома. Всё-таки нужно время, чтобы всё упаковать. Тогда до встречи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Закрыто на четыре засова. Надо найти другой путь. Может, найдётся открытое окно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Закрыто на четыре засова. Франко, это ты? Поставь ночной горшок где обычно. И забери поднос. Я сегодня есть не буду. Профессор Шезлок? Ты кто? Как ты сюда вошёл? Убирайся! Я ничего не знаю и ничего не хочу знать. Слышишь? Не хочу. Я не причиню вам вреда. Этот демон тебя сюда прислал. Уж я-то знаю. Что за демон? Не притворяйся, что не знаешь. Гюнтер Одим. Воплощение зла. Он не посылал меня. Но всё же я здесь из-за него. Я ведьмак. Мутант? Хм. М-да. Это возможно. Почему перед вашим домом стражники? Вы узник? Они называют это опекой? Хороша опека, которая не позволяет человеку распоряжаться своей судьбой. Чего они от вас хотят? Не знаю, слышал ли ты, но я настоящий знаток оккультизма. Собственно, лучший из всех живущих. Моим учителем был сам профессор Лионель Ван. Вы сотрудничаете с охотниками за колдуньями? Выбора они мне не предлагали. Они прекрасно знают, что мне известно всё о магии, ведьмах и чародейках. Они используют мои знания для своих целей. Но у меня нет выхода. Я пришёл сюда потому, что мне нужны сведения, которыми вы обладаете. Если ты ведьмак, мне нечего опасаться. Я ведь не чудовище эпохи постконьюкции. Чего хотел от вас Ольгерд фон Эверик? Да будет проклят тот день, когда он ко мне пришёл. Однажды он явился сюда и посулил мне мешок денег за то, чтобы я узнал, кто такой Гюнтер Одим и как от него избавиться. Я согласился. В конце концов, это моя специализация. Кроме того, мне нужны были деньги. Я изучил множество книг, исторических фактов, народных преданий. Я побывал даже в библиотеке Нильфгарда. И в конце концов, напал на след этой тёмной сущности. Она известна тысячу лет в разных культурах и под разными именами. Но везде это синоним воплощённого зла. Нас его называют Гюнтер Одим, а иногда Господин Зеркало. Я карпел над книгами столько, что потерял зрение. Я узнал, что он любит играть с людьми, а больше всего любит заключать договоры. С виду это невинные сделки, но они доводят людей до безумия. Почему ты здесь сидишь? Что значит эти румы? Они меня охраняют. Здесь зло меня не достанет. Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Однажды он пришёл ко мне. Удивительная это была встреча. Я слеп, но его видел отчётливо. Он улыбался. Сказал, что такой интерес к его персоне честь для него. И что он решил выразить благодарность и проявить ответный интерес. Из чувства благодарности он и создал этот круг, сказав, что только здесь я буду в безопасности. А ты не пробовал выйти? Ты уже должен был понять, что он имел в виду и что меня ждёт за пределами круга. Что ещё ты знаешь об этом человеке? Гюндер О'Дим не человек. Это зло. Зло в самых разных обличиях. Не расспрашивай о нём. А то погибнешь. Но ведь ты жив. Всё ещё жив. Но хотел бы навеки забыть о том, что узнал. Ольгерт подписал с ним договор. Ты угадал. Ты наверняка знаешь, что когда-то он был очень богатым и влиятельным человеком. Должен был быть, раз семья его невесты приняла его предложение. Но по воле злого случая он лишился богатства и стал изгоем. Семья Ирис этого не потерпела. Это состоятельный род, и отдавать дочь, за кого попало, они не хотели. Ольгерт хотел увезти её как можно дальше, но Ирис не захотела бросать семью. Патовая ситуация. К своему несчастью, от ведьмы-бродяги они узнали, что есть на свете некто, способный исполнить любые желания. Господин Зеркало. Ольгерт встретился с ним на перекрёстке. Один сказал, что хочет вернуть своё богатство и влияние. И Один предложил ему договор. Ольгерт должен был пожертвовать кем-то, кого любит. Один знал, что Ольгерт любит только двух человек на всём свете. Ирис, невесту, и брата, Витальда. Ольгерт согласился. Вскоре после этого вернул себе состояние и женился на Ирис. Получается, Ольгерт убил родного брата. Ох, нет. О, Дим так не делает. Достаточно было того, что Ольгерт подписал договор собственной кровью. А день спустя... Витальд был убит. Ольгерт рассказал тебе всё это. Ему пришлось, иначе как бы я мог заняться его случаем? Ты говоришь так, будто он был болен. Хуже. Болезни можно вылечить. А вот если ты играешь со злом, найти лекарство будет куда сложнее. Так почему Ольгерт решил избавиться от Одима? Он получил, что хотел. Он заметил, что стал меняться. Его сердце стало холодным, как лёд. Он отвернулся от своей жены, ради которой пожертвовал братом. Так он потерял всё, что любил. Потому что Гюнтер Одим даёт не то, что ты хочешь, а то, что ты просишь. Вот что ждёт людей, которые подписывают с ним договоры. Договоры. Всех? Нет способа обыграть его. Убить его невозможно. Но я узнал о человеке, которому удалось расторгнуть контракт. Его можно победить его же собственным оружием. То есть? Нужно бросить ему вызов. Если его это заинтересует, то можно с ним сыграть. Но помни, что ставка может быть только одна. Ибо Одима интересуют только людские души. Одима оставил на моём лице знак. Как мне от него избавиться? Знак? Я думаю... Я думаю, он исчезнет, когда договор будет выполнен. Если бы я попробовал бросить ему вызов, сыграть с ним... Не могу сказать, у того, кто его обыграл, никаких знаков не было. Спасибо вам, вы мне очень помогли. Я рад. Приятно узнать, что после стольких лет, проведённых в заперти и в страхе, ты можешь ещё на что-то сгодиться. Я рад. Я рад. Продолжение следует... 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 Тише, тише Ты же не думал, что разгадка будет настолько простой? Черт бы тебя побрал, Один! Ха-ха-ха! Один-ноль в мою пользу! Я не могу сделать это бесконечно! А может, поспорим? Я не могу сделать это бесконечно! 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 Девушки отдыхают 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 Ничего страшного. Вновь благодарю тебя, Геральт. Удачи на твоём пути. И тебе удачи. Бывай. Субтитры создавал DimaTorzok